снова здорово господа на связи роман и канал фрисан games и до с опозданием выходит у нас событие на мамочку я ее так называю хотя это по факту это неправильно абсолютно она у нас канцлер альянса мон мод мы ну либо просто мама 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 вот тему пожалуйста либо мамочка что касательно прошлого значит прикол в том то что я победил неожиданно для тебя конечно же там многие переобулись кто-то даже не посмотрел просто написал хреново там еще что-нибудь или наоборот хорошо не знаю короче в общем победа была победа была за мной я сейчас прикреплю пару там скриншотиков не знаю куда-нибудь за кадром я не отчаялся и пошел допины вать энфис она же настя допинал ее отрядом который написал один из подписчиков а это ппшки остатки ппшек вот допинал и по итоги мы затащили потому что он то последнего кайла на моей последней территории закрыть не смог прямо хорошо я был рад на следующий день ты не представляешь как безумно но поехали канцлер альянса быстро пройдем еще посмотрим новую категорию третью проявление могущества так у меня тут боец бы повстанцев было бы неплохо зайти в edge bigs и блин к 1 ты как всегда во время естественно да и кого бы еще сюда запихнуть но у меня по факту то особо никого нету да ну но здесь и никто и не нужен да хотя нет пошли 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 мы лучше сделаем как положено по красоте так чтобы сильно красиво крепко просто напросто переложим и все легкое событие то есть как и продум подразумевалось это раздача ничего такого интересного монмотма и лидер повстанцев которая призывает союзников и увеличивает их характеристики сторонница мира снимает от давай мы это читать не будем и потом просто персонажа с тобой поглядим и все сейчас у нас основная задача пройти кстати когда проходил на кайло это наш второй аккаунт я тебе скажу так что там кое-где у меня были сложности однако сложности были там где мне надо было использовать повстанцев а повстанцы там на секундочку не вкачаны вообще он повстанцы бойцы в общем они не вкачаны но к счастью мы прошли в общем раздача как всегда работает давай конечно же это сделаю но только толку от этого какого никакого на тебе еще сверху на тебя еще сверху обязательно а спасибо и еще немножко не добил крепкие им перцы ты посмотри готов на есть победа за нами монмотма она же мама она же мама она же мама ну наверное мама или я не знаю как правильно назвать короче мамочка показывает себя на самом деле а чё это я весьма неплохо по большому счету если ты не знал кто это то можно сказать что это у нас альфа но для повстанцев ну я примерно так себе это вижу потому что тоже будет призыв то есть мы часто вы пойдем разбирать я уже чуть-чуть почитал вот смотрите пожалуйста вот и на на тебе сверху призыв так люк давай мы штурмовика смерти с тобой немножко заберем красиво сделаем немножко так чтобы они провокацию на себя не вешали очень хорошо сверху по щам раздадим вот так вот тоже будет неплохо а смотри какие крепкие вот представь а я это на кайло проходил абсолютно непрокаченными повстанцами но благодаря в мамке все-таки пройти получилось серьезно она прям слушай лидер классный персонаж тоже здоровский так погоди сейчас еще одна провокация у нас будет как это мимо да ладно вот так хорошо красиво так это ты усилишь его так офицер да смотри у него две точки появилась то есть каждым типа призывом но не призыв он получает ранг неплохо это получается мамку если разогнать так она прям вообще хорошо да будет раскидывать раскачивать точнее его у интересно у него даже скиллуха какая-то есть надо было его то скиллуха прочитать слушай я протупил но надеюсь у мамки можно будет это прочитать а вот сейчас еще один будет призыв давай мы его скиллы прочитаем потому что я не уверен что их можно будет прочитать да 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 это понятно давай призываем утра он пёс смердящий собака дикий черт нате в ответочку как уделали то моментально так смотри обычная атака снимать сражеской цели все положительные эффекты наносите физический урон если это боевая единица была повышена до офицера или командира накладывает ошеломление на один ход окей боевой дух повстанцев повторно использование увеличивает преодоление обороны союзных повстанцев на два хода если это боевая единица была повышена до командира ободряет всех союзных бойцов-повстанцев эту способность возможно можно использовать только если боевая единица была повышена до офицера или командира хорошо фига выж выхашивают будь здоров а кардин у нас так по-человечески ни разу и не сходила то есть на подмогу приходила сходить и так и не дали потому что траван изначально ее в раскол закинул ну ладно не страшно мамка радует на самом деле прям вообще хорошо залетает к вот последняя категория штурма джедаев я тебе скажу тому сука сверху есть и минус допустим так где мы успокоительная хотя она здесь по факту не нужно но пусть будет так и бонусная категория пошли здесь мне вроде как две омеги должны дать если я ничего не путаю ты не знаю зачем я это делаю в первый ход но пусть будет а ботусную категория проходил уже за пп шаг в принципе полегче было но все равно у них достаточно таки много и защиты и здоровья ты учитывая что у меня пацаны то в седьмых реликах есть отлично закосили но пошли посмотрим на мамку что она умеет что она могет а она омега у треугольник скорость есть треугольник скорость есть треугольник на скорость да давай активируем конечно же у нее там способности уникалок то я смотрю хуево кукуева так допустим мамка здравствуйте так три звезды сразу же сходу есть сторонница мира так смотри монмотма она же мама светлая сторона поддержка лидер повстанец хотя говорят что в принципе она должна быть как боец повстанец и у нее даже лидерка для бойцов повстанцев мы потом с тобой это прочитаем сторонник мира снимает все отрицательные эффекты самого слабого союзного повстанца союзные повстанцы восстанавливают 6 процентов здоровья и защиты то есть отрицательные эффекты снимает самого слабого слабый как я не знаю пгм будет меряться или у кого меньше здоровья тот и является самым слабым но 6 процентов здоровья и защиты восстанавливает абсолютно всем повстанцам даже кстати не повстанцам союзную повстанцы а заметь мы только что играли за древана и по моему тоже был отхил кстати они ни разу не повстанцы пересмотри видео если что восстановление нашей республики оживляет случайного союзного бойца повстанцев 45 40 процентами здоровья и защиты процент здоровья всех союзных повстанцев уравниваются затем ободряет мон мод ну и всех союзных бойцов постанцев одобрее одобренные персонажи действуют зависимости от своей роли танки получат провокацию и не восприимчивость критическим ударом на два хода атакующие единицы приходят на помощь бойцы поддержки и лекари восстанавливают 15 процентов здоровья и защиты всем союзникам неплохо то если все будут дамагеры они все будут приходить на помощь классно классно срочное повышение призывать штурмовика повстанцев если штурмовик повстанцев уже участвует в бою то он получает повышение до офицера повстанцев если он уже является офицером повстанцев то получает повышение до командира повстанцев если он уже является командиром повстанцев снимают с него все отрицательные эффекты восстанавливают ему 25 процентов здоровья и защиты и снижают перезарядки мон мон мод мы и всех союзных бойцов повстанцев на 1 эту способность можно использовать только если в начале боя все союзники были повстанцами. Вот так вот, это важно. Канцлер Альянса, она же лидерская способность. Если мод Монтма находится в ячейке лидеров в начале боя, она и все союзные бойцы повстанцев, внимательно, бойцы повстанцев, а не повстанцы, получают 8% от общего базового максимального здоровья, максимальной защиты, атаки, обороны, эффективности и стойкости. Получается 8% от базового максимального здоровья. То есть, модули получаются не в счет, что ли? Или это и есть базовые вместе с модулями? Интересно. Мон Мотма и союзные бойцы повстанцев со стопроцентным шансом приходят на помощь друг другу при использовании способности в свой ход, нанося на 90% меньше урона, не более одного раза для союзников ход. На 90% меньше урона? То есть, практически не наносит? Что за бред? Если эта способность не наносит урон, штраф к урону снижается до 45% и этот союзник снимает все отрицательные эффекты союзного повстанца с наибольшим здоровьем. Интересно. Это наш мятеж. Уникалочка. Мон Мотма получает 50 к скорости. Мон Мотма не может быть выбрана в качестве цели и имеет невосприимчивость к провокации. Неплохо. Если в начале хода у Мон Мотмы нет действующих союзников, она выбегает с поля боя. Ну, это понятно. Штурмовик. Повстанцев. Светлая шторона, атакующая... А, шторона, шторона, это важно. Атакующая единица, повстанец, боец повстанцев. Базовая. Повстанческая брава... А, ну это мы читали. Особая, уникальная... Уникальная тактика повстанцев. Мон Мотмы и союзные бойцы повстанцев получают плюс 15 к критическому урону и 30% к стойкости. Если эта боевая единица была повышена до командира, то эти бонусы утраиваются. Ебанутся. Если утраиваются, то это плюс 45 к критическому урону и 90% к стойкости. Не 90 к стойкости, а 90% к стойкости. Уникальная, призванная. Характеристика этой боевой единицы зависит от характеристик призывателя. Эту боевую единицу можно призвать только в пустую ячейку союзника. Эту боевую единицу нельзя призвать в рейдах. Эту боевую единицу нельзя оживить. Данная боевая единица не учитывается при подсчете убитых боевых единиц. Эта боевая единица покидает бой, когда у нее не остается союзника. Боевую единицу и ячейку... Ну, понятно. Проще говоря, Мон Мотма весьма, весьма неплохой перспективный персонаж. Многие поговаривают, что она была создана исключительно для Светлого Джео. Повстанцы под ней будут ли как-то себя проявлять на арене? Вопрос крайне неоднозначный. Я думаю, что нет. Вот. Но на Светлом Джео посмотрим, что будет. В любом случае, пока что на данном этапе получить ее можно только, естественно, из паков. Кто этим будет заниматься? Донатеры и тех, у кого дохря кристаллов. У меня, конечно, есть кристаллы, но я этим заниматься не буду. Вот. Такой персонаж. Хороший. Обязательно брать. Тем более, что бесплатно. По-любому надо сходить обязательно получить. Дальше у нас еще появилась новая категория в событии, которая называется проявление могущества. Сразитесь с джедаями. Эти все категории я прохожу. Это без проблем. Последняя, третья категория. Требуются ППшки, либо Ситхи 7 звезд. Уровень реликвий 7. Редкость модулей 6. Дзета-способности. Используйте опыт предыдущих сражений. Оптимизируйте подборки модулей персонажей, чтобы победить. Я тебе сразу скажу, я здесь не победю или не побежу. Не знаю. Короче, проиграю. Но вот этот сет я им доходил до седьмой волны и я бы затащил если бы до восьмого этапа, до финального этапа, если бы в седьмом этапе не погиб бы Дуку и Палыч. Вот этот сет, если Палыч вдруг будет в реликвиях и Дуку в реликвиях, то им реально пройти практически со стопроцентной вероятностью. Нет, конечно, если там рандом еще втиснется, то может и не получится. Потому что бывали у меня случаи, что я прям вообще хорошо четко заходил, а бывают такие случаи, что меня прям вынесли на втором этапе, на второй волне. Поэтому мы сейчас с тобой быстренько сделаем одну попытку. Я тебе просто покажу, насколько это адски сложно. Это третья категория. Учитывая, что все персонажи у меня исключительно в седьмой реликвии. Модули у меня тоже неплохие, хотя на самом-то деле бывали и получше. Как бы уже топовые, если брать в учет. Ну, персонажей я имею ввиду неплохих. Это мало, КПБ и Древон. Вот, они у меня в седьмых реликвиях. Все остальное же у меня, конечно же, в золоте. И это минус. Будь бы Палыч в реликвиях и Дукич в реликвиях, то я сто процентов бы закрыл. Кстати, призы точно такие же, как и за вторую категорию, если я не ошибаюсь. То есть, зачем ввели третью категорию? Пока большой вопрос. Не знаю. Минус Палыч. Ну, все, дальше дальше уже бессмысленно. Вот я тебе серьезно говорю. Я пробовал проходить дальше без Палыча. Никак. Только у меня Палыч погибает. Я могу еще дойти, по-моему, до четвертой волны или там до пятой. Не знаю. Но, к сожалению, дальше уже никак. Так, вот возможные награды. Смотри. А, нет. Немножко не так. Подожди. А, нет. Все так. Один в один. То есть, зачем ввели эту категорию? Непонятно. То есть, просто, видимо, пиписькой померятся. У кого длиннее, у кого сильнее. Не знаю. Не знаю для чего. Возможно, потом награды какие-нибудь добавят. Еще разок попробуем быстренько. Так, на сюда. Угу. Можно было и страх накинуть. Обилки здесь сохранять не имеет никакого смысла. Вот я тебе серьезно говорю. По крайней мере, мне. Если я начинаю сохранять обилки, то я сразу же начинаю огребать люлей и, естественно, проигрываю. Ну, вот сейчас-то понятно, что имеет смысл их подсохранить и не было смысла никакого долбить прямо на максимум. Так, 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 так. Кого, куда, зачем и как. Ага. Угу. Очень подвержены джедаю к эффекту потрясения. Прям очень сильно. Им по здоровью бьет. Мама, не горюй. Главное, чтобы, сука, палыча не били. Отхиляться-то он, конечно, может. Но еще он может сдохнуть. Минус ты, минус ты. И минус ты. Есть. Так, ты уходишь в инвиз. Блин, ну вот этих вот стражей надо... Ну, 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 только палыча не трогаем. Не трогаем, не трогаем, не трогаем палыча. Пизда, палыча. Ну, это опять, это все, это конец. Я тебе серьезно говорю. Дальше без палыча рыпаться бессмысленно. Никакого смысла не имеет. Конечно, пока это событие идет, я еще его немного потринкаю туда-сюда. То есть, может быть, что-то и получится. Там, не знаю, рандом выйдет на мою сторону. Они начнут бить исключительно Малака. Малака, в принципе, они убивают, да. Но это сделать достаточно все-таки трудно. Потому что он убивает тоже с одного удара. и при этом восстанавливает себе все здоровье. Поэтому, возможно, это получится пройти. На запись, я не знаю, выйдет это сделать или нет. Потому что прохожу я это на работе, а записываю я дома. Нет, это бессмысленно. Бессмысленно. Не пройду я это абсолютно никак. Без палыча нет. Но буду стараться. Ладушки, вот, собственно говоря, и все, наверное. На мою мы с тобой посмотрели. Вердикт брать. Дальше покажет немножко время. Потому что это надо 7 звезд. Это надо реликвии. Это надо туда-си-сюда-си. Это нужен под нее отряд. Потому что под нее отряд надо собирать из бойцов-повстанцев. А это у нас не совсем все повстанцы. То есть, это Бикс, Ведж, Кассиан. Ну, ты можешь, в принципе, и сам посмотреть. Опять же, Карадюн. Карадюн здесь присутствует. Чирут, Имве, Бейс, Мальбус. То есть, в принципе, есть из чего собрать пачку. Опять же, Следопыт, по-моему, да? Соскарифа. Повстанец, Следопыт. То есть, надо посмотреть. Надо подождать. Я уверен, что донатеры какие-нибудь по-любому соберут. По-любому опробуют. И будет у нас некоторая информация. Поэтому чуть-чуть попозже мы, естественно, тоже еще раз обсудим. Вот такие пироги. Поэтому, если интересненько, то ты обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях. Ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И до новых игр. Нет, неправильно. И да прибынет с нами сил, конечно же.